Медицинская страховка в Америке – тема непростая, особенно если вы столкнулись с ней впервые. Многообразие планов, разные уровни покрытия и возможность получения субсидий – все это требует внимания и понимания. В этом видео мы разберем основные типы медицинских планов – бронзовый, серебряный, золотой и платиновый – и расскажем, как можно получить субсидированную страховку, исходя из вашего дохода. Медицинские планы делятся на четыре основные категории – бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Эти категории различаются уровнем покрытия и стоимостью, которую вы будете платить за медицинские услуги. Представьте их как медали на Олимпийских играх. Каждый уровень предлагает разное соотношение ежемесячных взносов и затрат из собственного кармана, когда вам нужна медицинская помощь. Эти уровни почти стандартные у всех страховых компаний. Так что, если вы поймете суть, как работают эти планы, вы сможете легко и просто сравнить цены и бенефиты у разных страховых компаний, таких как Kaiser, Blue Shield, Antem Blue Cross и так далее. Бронзовые планы обычно имеют самые низкие ежемесячные взносы, но самые высокие расходы, когда вам действительно нужна медицинская помощь. Они отлично подходят, если вы в целом здоровы и не ожидаете больших медицинских расходов. Но будьте готовы к более высоким затратам, если произойдет что-то неожиданное. К примеру, Emergency. Конечно, все будет покрыто с бронзовым планом. Но вопрос в том, кто оплатит счет. В случае бронзового плана примерно 60% расходов покрываются страховкой, остальные 40% оплачиваются вами. Есть, конечно, ограничения и правила, и даже с бронзовым планом годовой визит к терапевту покрывается без оплаты или с минимальными доплатами за посещение, но постоянное лечение с этим планом может обойтись дорого. Далее. Серебряные планы. Они немного более сбалансированы. Премии выше, чем у бронзовых, но при этом ниже расхода из собственного кармана. Серебряные планы часто являются хорошим компромиссным вариантом для семей, которые хотят сбалансировать свой ежемесячный бюджет с потенциальными потребностями в медицинском обслуживании. Золотые планы предполагают более высокие ежемесячные взносы, но более низкие расходы из собственного кармана. Если вам или членам вашей семьи требуется регулярная медицинская помощь, это может быть хорошим вариантом. Вы будете платить больше каждый месяц, но меньше, когда посещаете врача или покупаете лекарства по рецепту. И, наконец, платиновые планы. Они имеют самые высокие ежемесячные взносы, но самые низкие расходы из собственного кармана. Если у вас частые потребности в медицинском обслуживании или хроническое заболевание, плановые операции, роды и т.д., то этот план предлагает самое полное покрытие с минимальными дополнительными расходами, когда вам нужна помощь. В описании под этим видео есть дополнительная информация по планам, и мы рекомендуем ознакомиться и сравнить бенефиты и цены перед тем, как принять решение о покупке медицинской страховки. Теперь поговорим о субсидируемых вариантах. Если ваш доход попадает в определенный диапазон, вы можете претендовать на так называемую субсидию. Это, по сути, скидка на ваши страховые взносы. Эти субсидии могут сделать серебряные планы особенно привлекательными, поскольку они могут снизить как ваши ежемесячные взносы, так и расходы из собственного кармана. Субсидии предназначены для того, чтобы каждый, независимо от дохода, мог позволить себе частную медицинскую страховку. Сумма, на которую вы имеете право, зависит от вашего дохода и размера вашей семьи. В описании под этим видео есть таблица дохода и калькулятор, где вы сможете рассчитать цены и варианты страховок в зависимости от вашего дохода, возраста и состава семьи. На данный момент эта информация доступна только для штата Калифорния. Если вы в другом штате, то узнайте, какие действуют скидки и цены в вашем штате. Когда вы подаете заявку на страхование через торговую площадку, вы предоставляете информацию о своем доходе и размере семьи. И там рассчитают, имеете ли вы право на субсидии. Давайте посмотрим, как это работает на базе примера. Рассмотрим семью из четырех человек, проживающих в Калифорнии, с годовым доходом 80 тысяч долларов. В таком случае родители имеют право на частную страховку с скидками через каверетка, а детям полагается государственная программа Медикал. В описании есть таблица с уровнем дохода на разные программы в зависимости от дохода и состава семьи. В таком случае они могут получить субсидию, которая снизит их месячные выплаты за серебряный план с 1,5 долларов до 300 тысяч в месяц на вторых. Это существенная экономия, которая позволяет семье получать качественное медицинское обслуживание, не переплачивая за страховые взносы. Если они оформят бронзовый план, то при таком доходе цена будет 17 долларов в месяц. Конечно, цены могут отличаться. И для примера я привела средний подсчет. Вы можете сами посчитать на калькуляторе ваши варианты. Все детали и полезные ссылки в описании видео. Если доход у этой семьи в нашем примере достиг уровня 120 тысяч долларов в год, тогда дети тоже могут присоединиться на семейный частный план. И цена в месяц на семью из четвертых человек будет около 400 долларов в месяц за бронзовый план, 800 за серебряный. При таком доходе детям уже не полагается программа MediCalm. Я повторюсь, что это всего лишь пример. И в вашем случае данные могут быть другие. Так что проверяйте. Надеюсь, этот обзор поможет вам чувствовать себя более уверенно при выборе плана медицинского страхования. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, напишите их в комментариях ниже. Если вы в Калифорнии, обращайтесь за помощью. Наше страховое агентство сотрудничает со всеми страховыми компаниями в Калифорнии, включая CoverXA. И мы можем сравнить все варианты для вас и вашей семьи. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получать больше полезных видео. Оставайтесь здоровыми! Спасибо за просмотр!